Главным производителем автоновостей на минувшей неделе оказалась чешская Шкода, которая представила в России долгожданный и, наконец-то, локализованный в Нижнем Новгороде компактный кроссовер Caroc, а одновременно с ним и модернизированный лифтбэк Rapid. Росстандарт опубликовал сертификаты одобрения типа на три новых для России автомобиля. Похоже, что паркетник Kia Seltos приедет к нам с тремя бензиновыми моторами, а рамный Mahav пожалует с дизелем. Привезут в Россию и оригинальную Mazda CX-30 и рестайлинговый Cadillac XT5. Тем временем китайская марка GAC официально начала продажи в России с большого кроссовера GS8, а американский GM, напротив, отказался от своего последнего завода в России. Что же будет с Chevrolet Niva, об этом в программе «Новости недели». В Санкт-Петербурге представлен компактный кроссовер Skoda Caroc российского производства. Премьеру не случайно называют долгожданной, ведь мировые продажи начались два года назад. Чешская марка потратила это время не только на раздумья о судьбе российского рынка, но и на локализацию. Производством новинки займется Горьковский автозавод, который уже выпускает «Октавию» и «Кодиак». Внешность российского «Корока» не отличается от европейского варианта, а вот набор силовых агрегатов у нас свой, собственный. Под капот попали двигатели, которые знакомы. Это турбомотор 1.4 и атмосферный 1.6, который собирается в России. По этой же причине дизелей нам не предлагают. Полный привод возможен только с роботом и турбомотором. Первой в продажу попадет переднеприводная версия Ambition с мотором 1.4 и 8-ступенчатым автоматом. А позже появятся и другие комплектации, включая базовую версию Active. Представляя в Петербурге кроссовер Caroc, Skoda неожиданно рассекретила и обновленный Rapid. Официально машина названа принципиально новой, но авторы пресс-релиза тут же оговариваются. Дескать, Rapid сохранил прежний функциональный кузов. Зато дизайн посвежел. Передняя часть заимствована у европейского хэтчбека Skoda Scala. И в некоторых версиях фары Rapid будут диодными. Габариты модели пока не названы, но колесная база осталась прежней. А минимальный диаметр колес вырос на 1 дюйм. Теперь у Rapid 15-е или 16-е диски. Изрядно переработанный интерьер тоже от европейской Skala. В переднюю панель встроена пара USB-портов. Впервые на российских Skoda установлен мультимедийный интерфейс последнего поколения MIB3. Центральный дисплей может быть 6- или 8-дюймовым. Заказать можно расширенную подсветку салона, подогрев руля, контроль дистанции перед машиной и цифровые приборы. Российский Rapid сохранил платформу PQ25. Не изменилась и гамма силовых агрегатов. Атмосферный двигатель 1.6 предложен в двух вариантах мощности. С 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом. Турбомотору 1.4 положен 7-ступенчатый робот. Продажи начнутся в первом квартале. Базовая версия на механике подорожала на 32 тысячи рублей. А полный прайс-лист объявят позже. Марка Kia оформила сертификационные документы сразу на две долгожданные новинки. Калининградский завод Автотор займется выпуском кроссовера Seltos. Габариты подсказывают, что к нам приедет корейский вариант дизайна. Версии для Китая и Индии компактнее и отличаются упрощенным оснащением. В России Seltos уготованы три бензиновых двигателя. Младшему атмосфернику положены 6-ступенчатая механика или автомат. Двухлитровый Seltos выпустят с вариатором, отурбированный 7-ступенчатым роботом. Покупатели атмосферных версий смогут выбрать передний привод, а самый мощный Seltos строго полноприводный. Не будет долгим и ожидания большого внедорожника Kia Mahave. Свежая версия модели также получила российское одобрение типа. Напомним, что речь о новом поколении не идет. Ведь корейцы сохранили кузов образца 2008 года. Но передняя и задняя части оформлены совершенно иначе. В паре с прежним турбодизелем работает 8-ступенчатый автомат. Усилитель руля теперь не гидравлический, а электрический. И это намекает на расширенный список электронных помощников. Появление сертификата означает, что производство машин можно начинать. Мы предполагаем, что к российским дилерам Kia Seltos и Mahave попадут уже до весны. Государственная компания «Автодор» презентовала концепцию развития российских дорог на ближайшие 15 лет. Так к 2035 году построят или реконструируют более 17 тысяч километров трасс, платных и бесплатных. Это международный коридор Европа-Западный Китай, обходы столичного региона, дороги на востоке и Черноморском побережье. У нас на территории Российской Федерации полтора миллиона километров автомобильных дорог, с которых на платные дороги приходится чуть более двух тысяч. В стратегии развития дорог мы себе поставили ограничение, что это количество не должно превышать ни при каких условиях 5%. И нам до этих 5%, скажем так, еще далеко. Поездка от белорусской до казахстанской границы по новым дорогам сократится на 9 часов. Скоростной лимит при этом останется прежним – 130 километров в час. На дороге первой А-категории расчет на скорость 150 километров в час. Если даже сейчас мы на первой А-категории разрешаем скорость 130 километров в час, а с учетом нештрафуемого лимита 20 километров в час, вот уже 150, а больше ехать по дороге нельзя. Взымать плату на скоростных магистралях будет система «Свободный поток», которая избавит водителей от необходимости останавливаться для расчетов. Под занавес 2019 года на российском рынке стало на одну китайскую марку больше. 9 декабря в нашей необъятной стартовали продажи кроссовера GS8, флагмана линейки GAC Motor. Не путать с Джак. Компания GAC Motor из китайского Гуанчоу предлагала на российском рынке свои грузовички. Настала пора продавать и легковые автомобили. Причем программу открывает флагман – семиместный кроссовер GS8 с несущим кузовом. Под капотом безальтернативная двухлитровая турбочетверка и шестиступенчатый автомат фирмы i-Syn. Зато можно выбрать привод – передний или полный с подключаемой задней осью. В базовую комплектацию включены электропривод и вентиляция передних сидений, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ и люк. В настоящее время мы работаем над локализацией производства. На конвейер встанет не только GS8, но и другие модели, которые мы планируем запустить в России. В следующем году в России представят еще три модели – меньшие кроссоверы GS3 и GS5, а также семиместный минивэн. Мазда CX-30 займет нишу между моделями CX-3 и CX-5, а платформу и интерьер кроссовер позаимствовал у хучбеков и седанов Мазда 3. Новинка уже сертифицирована в России. Судя по одобрению типа транспортного средства, на нашем рынке тридцатку предложат только со 150-ти сильным двухлитровым атмосферником серии Skyactiv-G. Для базовой версии заявлены механическая коробка передач и передний привод. Помимо нее предложат шестидиапазонный автомат, а самым интересным будет вариант с автоматической коробкой и полным приводом. Дата начала продаж пока не объявлена. Cadillac XT5 до недавнего времени не предлагал иного мотора помимо атмосферного V6. Но после летней модернизации под капотом прописалась и двухлитровая турбо-четверка с девятиступенчатым автоматом. В России этот двигатель полностью заменят безнадувную шестерку и по налоговым соображениям мощность ужали на 40 лошадиных сил. Пока объявлена лишь стартовая цена, но она учитывает скидку по трейд-ин. Продажи начнутся через несколько месяцев. General Motors продает половину акций в совместном предприятии GM AutoVas. В итоге производство будет полностью принадлежать группе AutoVas. Напомним, что SP было основано в 2001 году и выпускает сейчас одну модель. Это внедорожник Chevrolet Niva, родившийся в 1998 году как VAS 2123. Тольяттинцы четыре года собирали ту машину на опыт на промышленном производстве. Но запустить серию не смогли. На помощь пришли американцы, которые взамен на инвестиции получили права на торговую марку Niva. В ближайшее время машину продолжат выпускать под маркой Chevrolet. Но затем внедорожник переживет рестайлинг и вернет себе логотип Lada. И в гамме автоваза снова будут два вездехода. Это классическая Lada 4х4 первого поколения и бывшая Shniva поколение второе. Разработка Chevrolet Niva 2 стартовала пять лет назад. Однако до серийного производства дело не дошло. И теперь уже точно не дойдет. А значит третье поколение Niva будет основано на концепте 4х4 Vision, представленном на прошлогоднем московском автосалоне. Серийный кроссовер выйдет на рынок в ближайшие два года.